Мирная акция на дороге Лаченхан-Кенде не остается без внимания зарубежных средств и массовой информации. За 24 дня протеста азербайджанских экологов, представители неправительственных организаций и активистов против незаконной эксплуатации месторождений и полезных ископаемых на территории Азербайджана мы становились свидетелями того, как иностранные СМИ делились информацией о происходящих на дороге Лаченхан-Кенде событиях. Для того, чтобы донести правый голос до мировой общественности о том, как отреагировали на происходящее в странах Восточной Азии, мы поговорим с собственным корреспондентом CBC в Китае. Альбина Абдурахманова, она с нами на связи. Альбина, здравствуй. Здравствуй, Эльнар. Распространяет ли информация о мирной акции протеста азербайджанского народа СМИ в Восточно-Азиатском регионе? Вообще, что пишут по этому поводу? Да, конечно же, Эльнар, Восточно-Азиатский регион не стал исключением в этом деле. Здесь тоже следят за происходящими на дороге Лаченхан-Кенде событиях. И, конечно же, об этом экологическом терроре здесь также известно. К примеру, хотелось бы заострить внимание именно на том, что японский информационный портал Ажмеди, он распространил информацию до своей аудитории на двух языках, на японском и на английском. И в статьях указывается, что акция протеста Лаченхан-Кенде, на дороге Лаченхан-Кенде, она направлена на предотвращение именно незаконной деятельности. Началась она с 12 декабря. В этих статьях также говорится о настойчивости, которую проявляют протестующие буквально с первых же дней акции, что они не покинут территорию, пока их требования не будут выполнены. И в то же время они отмечают, в статье отмечают, что участники акции также выражают уверенность в том, что их голос все же будет услышан, и их законные требования будут выполнены. В другой статье Ажмеди, которая была опубликована, я отмечу, буквально накануне, отмечается, что легковой автомобиль российских миротворцев, временно дисплационных на освобожденных территориях Азербайджана, беспрепятственно проехал из города Ханкенди в направлении Лачина и как раз-таки по той самой дороге. Что самое важное, хотелось бы отметить то, что в статье указывается, что Армения распространяет дезинформацию, в частности то, что ранее армянские СМИ в своих фейковых новостях утверждали, что азербайджанцы якобы перекрыли дорогу Лачин-Ханкенди и не пропустили транспортные средства, и в статье как раз-таки так отмечается, что это неправдоподобная фейковая информация. Что касается других стран Ильнары, я бы хотела бы, других стран Восточной Азии, я бы хотела отметить, вот если вы помните, в сентябре уже прошедшего 2022 года состоялась встреча между Ильхам Малиевым и Си Цзиньпинем на полях Тамаркандского саммита ШОС, на которой также отмечалось, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Или вот, к примеру, другое событие, это летом 2022-го прошел третий корейско-азербайджанский гуманитарный форум, и как раз-таки, опять же, на этом форуме отмечалось, что Южная Корея, она всегда признавала территориальную целостность Азербайджана на международном уровне. Конечно же, территориальная целостность Азербайджана не может быть поставлена под сомнение, и это отмечается всегда в ходе переговоров на различных уровнях. Почему я это говорю? Это, разумеется, не просто так. Как раз-таки, учитывая вот этот факт, любая незаконная деятельность на территории азербайджанского государства, она бесспорно осуждается. Эльнара. Спасибо, Альбина. И напомню, на связи со студией была моя коллега Альбина Абдурахманова. Продолжение следует...